Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Всем здравствуйте! Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Владимир Сметанин и Светлана Удельная в этой студии еще раз добрый день. Всем сегодня вторник, 11 августа, и по традиции в начале «Дневного разворота» мы пройдемся по нашей повестке дня. Если вы рассчитываете на то, что сегодня состоится викторина «История создания», то вы верно рассчитываете, она действительно состоится. Я приготовил очередную историческую загадку. На миг не про что. Ты знаешь, медовый спас грядет. Да. Про вятский мед сегодня будет загадка, сразу скажу. 708-502, номер для ваших звонков, дозвонитесь, правильно ответите на вопрос и получите сертификат на 1000 рублей от компании «Вядич». Все очень просто. Это будет у нас в 12.30. В 12.30, да. С 12.00 нашим гостем станет Андрей Чемоданов, глава Департамента экологии и природопользования Кировской области. Тема для беседы с ним – это «Небольшие предприятия в нашем регионе, как и по всей стране, освободят от экологических проверок». Новшество это начнет действовать с 1 января 2016 года. Все подробности из первых уст, что называется, узнаем. В 11.30 у нас будет тема «Кировчанам предлагают поучаствовать в благотворительном проекте «Нам года не беда». Поговорим мы об этом с Натальей Ашихминой. Это член Кировского регионального культурно-оздоровительного общественной организации «Союз лидеров». Ну а сейчас мы будем говорить о том, что в Кирове пройдет фестиваль кино «10 вечеров в Мадриде». Ну и когда мы говорим про эти фестивали кино, фестивали под открытым небом, надо сразу же предполагать, кто у нас в гостях. В гостях у нас Дарья Ткачева, руководитель проектов Молодежного творческого центра, старший научный сотрудник Волговятского филиала Государственного центра современного искусства и организатор этого мероприятия. Добрый день. Дарья, здравствуйте. Добрый день. Слушатели, заходите к нам на сайт www.хакирова.ру. Там вы найдете у нас и видеотрансляцию, и радиотрансляцию, в том числе и опрос по этой теме. Показ кино под открытым небом. Мне интересен, хотел бы на сеансы сходить, или же вам это неинтересно. И точно такой же опрос у нас и на страничке ВКонтакте. Я поясню, мы вас в принципе спрашиваем, вот показ кино под открытым небом. Не только вот этот фестиваль. Под открытым небом прийти, постоять, посидеть, посмотреть какое-то интересное кино. Вам интересно? Ходили бы вы, голосуете? Что касается предварительных итогов нашего опроса, то на странице ВКонтакте с подавляющим, просто большинством лидирует вариант ответа. Мне интересно, ходил бы более 80%? Ну, что касается он, как раз вот сайт, тоже первый ответ, практически 67%. Мне это интересно. Вот так вот. Дарья, ну что, поздравляем? Пятый юбилейный фестиваль. Да, именно так, спасибо. Фестиваль уже завтра? Да, завтра уже начинаем, практически все уже готово. Так что ждем завтра к 8 часам вечера на нашу любимую улицу Спасскую, наслаждаться кино под фонарями, все как обычно. Ну, давайте вспомним, все началось в 2011 году. Да, все началось в 2011 году, и для нас это был такой своеобразный эксперимент, поскольку кино мы до этого показывали, но обычно в помещениях. И было несколько разных проектов, когда мы показывали разные хорошие фильмы. Был когда-то даже такой проект «Ночь хорошего кино». А потом мы подумали, что как-то вот, наверное, летом... Идею подсмотрели где-то или вот сами пришли? На самом деле идея, она не так уж нова. То есть вообще-то по всему миру, везде всегда как бы вот это все происходило. И даже вот в письме от советника по культуре испанского посольства он нам написал, что это очень по-испански смотреть кино под открытым небом. Так что мы просто такой поддержали, что ли, или принесли в Киров достаточно европейскую такую традицию проводить летние вечера под открытым небом, смотря кино, может быть, что-то попивая, кушая и так далее, и так далее. Это уж как бы как-то сам у нас решает, получается, как получается. И мы тогда вот провели такой первый эксперимент в 2011 году. Тогда у нас было такое плотное... Тогда немецкое кино было. Да, было плотное партнерство у нас с Гетто-институтом. И это было немецкое кино. И родились здесь вечера в Берлине. И когда я сама вот уже села смотреть кино, первый раз это было очень такое странное зрелище, что народу было не очень много. Человек, наверное, 20-30 на показе. И вот посреди с Паской, привычно пустынной, как правило, там редко когда бывает много людей, сидит 20-30 человек, смотрит кино. Люди, которые проходили мимо, они нам потом рассказывали, что мы думали, это какая-то частная вечеринка, мы стеснялись подойти. И как бы мы их не называли, да, пожалуйста, судите, смотрите. Люди то ли боялись, то ли как-то стеснялись вот это сделать. Но при этом я вспоминаю минувший год, прошлое лето, действительно было очень много людей. И было видно, что люди готовятся к этому мероприятию. То есть они приезжали уже с пледом, с термосом чая, посаживались где-то поудобнее. То есть они знали, что это уже такое. Людей, кстати, было достаточно много. Да, и вот это уже со второго года, 2012-го, когда мы показывали французские фильмы, были с вечера в Париже, людей стало намного больше. Видимо, как-то вот людям надо было немножко присмотреться в первый раз, потом понять, что ничего такого страшного и странного нет в том, чтобы в родном городе сесть посредине улицы и посмотреть кино. И действительно, нас очень радуют люди, которые приходят со своими креслами, пледами, термосами, собаками, велосипедами. То есть всё это как-то, мне кажется, на эти 10 вечеров город становится, вот именно в это время какое-то ощущение, что город становится как-то свободнее. То есть люди начинают чувствовать себя свободно на родных улицах. То есть для них не кажется странным сесть посредине улицы, может быть, даже не столько там смотреть кино, а просто провести время. И для нас ещё было важным открытие то, что архитектура этого места, она потрясающе сочетается с киноязыком. И когда ты сидишь, смотришь кино, а у нас это традиционно европейское кино, которое мы показываем на языке оригинала с русскими субтитрами, в какой-то момент, погружаясь в киноповествование, начинаешь забывать, где ты находишься на самом деле. Ну давайте поясним, что за часть Спасской. Пешеходная часть. Да, пешеходная часть. Рядом с театром, собственно, Распасской. Давайте вспомним. То есть мы были в Германии, мы были во Франции. Где мы были за эти годы? Мы были в Италии, в Рим, и были в Польше в прошлом году. Это были 10 вечеров в Варшаве. Когда стало уже понятно, что в Мадрид в этом году? Потому что мы с вами в начале этого года, по-моему, разговаривали, еще как-то вот было совсем ясно. Да, стало понятно примерно с начала, где-то в марте, окончательно к концу мая, скажем так. А что это за процесс такой был? Ну это просто процесс обсуждения договоренностей, достижения каких-то пониманий и так далее, и так далее. Как выяснилось... Понимание между кем? Как договариваетесь? Как определяете? То есть какие фильмы есть или кому что нравится? Кто эти люди? Так это для нас достаточно важный момент. Это то, чтобы все это происходило в рамках закона. То есть были авторские права соблюдены. То есть мы, как правило, ищем таких партнеров, которые могут нам предоставить... А мероприятие у нас не коммерческое. Поэтому мы ищем партнеров, которые могут нам предоставить фильмы для показа. И, как правило, такими партнерами оказываются различные культурные центры при посольствах разных стран. И когда мы начали общаться, в каждом посольстве своя политика. Они все по-разному работают в нашей стране. И, как выяснилось, что испанское посольство, несмотря на свою достаточно активность... То есть Институт Сервантеса в Москве это достаточно активный культурный центр. А с регионами они работают не очень активно. Просто у них не хватает мощностей и своих сил. Недостаточно людей, видимо, в том числе. Да, да, да. И вот им как-то немножко страшновато, может быть, выходить в регион. И поначалу они как бы пытались даже отказаться. Причем проявить некоторую настойчивость. Что нет, давайте мы все-таки сделаем. Нам очень хочется. То есть это как раз от региона все зависит. Кто активнее. Да, да. То есть всегда... На самом деле это не только в таких вопросах. Всегда зависит от того, если ты этого хочешь, если тебе это надо, то всегда можно договориться, добиться... Вы лично выходили на Институт Сервантеса, да? Да. Это была моя задача, как организатора, как куратора в некотором смысле этого проекта. И потом уже как-то выяснилось, что оказывается, у нас не только год литературы в России, у нас еще и год, такой перекрестный год русского и испанского языков. И год, как он правильно называется, год испанского языка и испанской литературы в России. И поэтому все-таки вместе сложилось такую красивую картинку. Потом мы поняли, что фильмы есть, фильмы замечательные. Посольство Испании специально в рамках этого года подготовило программу фильмов. В основном это современные фильмы для показа в России. Плюс мы к ним добавили еще фильмы от Института Сервантеса. Это фильм одного из мэтров испанского кинематографа Мануэля Гутереса Арагона. В том числе его весьма оригинальная экранизация бессмертного испанского романа Сранс Саведро «Дон Кихот». Как список утверждался фильмов, который будет показан? Всего фильмов 10. Да. Их было больше изначально, которые предложили. Выбор был. То есть были вот 7 фильмов, которые от посольства. И плюс нам надо было выбрать еще 3 из всех, которые нам могли предложить Институт Сервантеса. То есть там мы уже выбирали те 3 фильма как раз Арагона. То есть выбирали позиции с одной стороны, чтобы это было что-то действительно качественное, потому что мы всегда стараемся, несмотря на такой достаточно простой домашний формат фестиваля, на уровне самого материала, скажем так, кино выдержать определенный уровень. То есть это всегда качественное, авторское, фестивальное кино. То есть кино чаще всего бывает непростое, которое может заставить задуматься. Кино, которое задает иногда какие-то, может быть, самые удобные вопросы и так далее. и так далее. В общем, это действительно кино не массового спроса. Сразу скажу, что практически, может быть, один только фильм из всей программы можно найти на торренте. Если кто-то захочет как бы отсидеться дома и посмотреть все это у себя, то вряд ли получится. Это совсем новое фестивальное кино. Его, как правило, никуда еще не залили. Это все художественные кино? Да. Это все художественные фильмы? Нет. Нет, в программе будет два документальных фильма. Один из которых очень такой, вот так сказать, оригинальный. В том плане, что это не совсем то же документальное кино. То есть это документальное кино по форме. То есть это документальные кадры, снятые. Но, по сути, это такой фильм-эссе. Оно даже идет совершенно без перевода. Никаких субъектов. Там использовано порядка десяти иностранных языков. Поэтому вот полное ощущение... Русского нет? Нет. Там сюжет связан с кинофестивалями, что как бы тоже вот такая перекличка. И вот это ощущение мешанины разных языков и разных культур, в которые окунается человек, приезжающий на международный кинофестиваль, она там передается. И вот эта вот возможность почувствовать себя именно иностранцем. Но поймем, о чем речь? Там, знаете, там даже не требуется понимать, о чем речь. Там, скорее, именно визуальные, ряд, те ощущения, те такие вот видеозаметки, которые человек видит, снимает. То есть, когда вы приезжаете в какую-то страну, вы сталкиваетесь с кучей людей на разных языках говорящих, вам не всегда важно, что они говорят. Важно то ощущение, которое вы испытываете, сталкиваясь вот с этими людьми, с этим языком, с этой культурой. И вот такой вот некий достаточно интересный опыт будет и у наших зрителей. фильм очень хороший, фильм, получивший номинацию «Венецианские горизонты» на Венецианский фестиваль. На самом деле, у нас в этом году достаточно такие дипломированные фильмы получились. То есть, все где-то какую-то награду взяли? Да, да. Кстати, вы все фильмы посмотрели заранее? Ну, практически, да. Осилили. Уже выделили что-то, да, самый любимый из этих десяти. Больше всего понравился. Сложно выделять, на самом деле. На какой особенно рекомендуете сходить? Ну, я, во-первых, очень рекомендую сходить на первый фильм. Он достаточно такой, с одной стороны, можно сказать, легкий. Это уже завтра, в восемь вечера. Да, да, да. Фильм, который открывает. На самом деле, этот фильм интересен тем, что это, во-первых, дебют, режиссерский дебют, очень удачный. Фильм называется «Стокгольм», что в нашей такой ориентировке на города в названии несколько путают карты. Не буду раскрывать, почему он так называется. Скажем так, без спойлеров. Снимался в Швеции? Обойдемся без спойлеров. Нет? Нет. Фильм про Испанию, фильм про испанских молодых людей. Фильм, с одной стороны, может показаться достаточно простым, поскольку это такая романтическая история. Молодой режиссер. Да. Но то, как разворачиваются события в этом фильме, весьма нетривиально. В конце, опять же, обойдемся без спойлеров, но фильм очень достаточно интересный, яркий, живой. Ну и, конечно, я не могу не порекомендовать фильм, который будет закрывать наш фестиваль. Как раз это будет Дон Кихот, Мануэль Гутиераса Арагона. Действительно, очень оригинальная экранизация. Можно формально назвать экранизацией, потому что, на самом деле, это такая игра отражений, немножко постмодернистская. То есть, там немножко переворачивается. То есть, герои Дон Кихота, герои романа попадают как бы в сам роман. То есть, такая гипертекст такой внутри самого фильма. Поэтому будет очень интересно посмотреть немножко такого сынового угла зрения на эту работу. На такой интересный ход. Вообще, в этих фильмах много таких ходов интересных, на которые вы обратили внимание. Что-то логинское. На самом деле, если так вот попытаться характеризовать программу целиком, то я бы сказала, что основным преобладающим жанром программы в этом году это будет драма. То есть, каких-то таких вот веселеньких, легких фильмов практически не будет. И это очень характерно, поскольку Испания сама по себе даже исторически страна достаточно драматичная и всегда истерзаемая различными драматическими событиями. Опять же, тот же конфликт с басками, тот же конфликт с христианством и мусульманством. Это вся история Испании достаточно драматическая история. И это, видимо, накладывает отпечаток и на сегодняшнее восприятие молодыми режиссерами современной реальности. Поэтому будет много драматических историй, будет один фильм с историческими, скажем так, сюжетом. Поэтому можно настраиваться на такое... На то, чтобы подумать. Да, на то, чтобы подумать, на то, чтобы достаточно серьезно посмотреть серьезное, хорошее кино. При этом, конечно, никуда у нас не уходит красота испанских пейзажей, испанских людей, языка. А еда? Еда. Санкционная, о которой мы говорим последний год уже больше. Посмотрим на нее хотя бы. По поводу еды. Вот у нас в этом году, поскольку у нас юбилейный год, мы принимаем и дарим подарки. И в этом году у нас есть такая особенность фестиваля. У нас будет достаточно такая обширная программа дополнительных событий. То есть, кроме кино... Кинопоказы, это далеко не все, не весь фестиваль. Рассказывайте. Можно выделить три основных блока этих событий. Это, лекционная программа, которую мы проводим в Театре Наспаска на экспериментальной сцене. Мы расскажем про двух ключевых, про две ключевые фигуры яйпанской культуры. Это кинорежиссер Луис Бенуэль и архитектор Антонио Гауди, безызвестный в нашем городе. Мы, конечно, узнаем, почему Гауди Хоу так называется, откуда взялось это имя. Правильно, Гауди, все же. Вот. И второй блок будет посвящен традиционным испанским танцам. То есть, как известно, испанская культура у нас... Ну, одно из самых ярких направлений это танец все-таки. Да, да. Причем, мы немножко так расширили горизонты. То есть, с одной стороны, у нас будет, конечно, мастер-класс по фламенкам. Для тех, кто когда-то мечтал освоить какие-то основные пайли, узнать вообще, кто у нас в Кирове занимается и где можно куда прийти. А занимаются, да? Да, есть у нас студия «Фламенко». Причем, достаточно серьезно занимаются ребята этим. По-моему, как раз сейчас они находятся в Испании на одном из фестивалей. То есть, они как раз приедут под конец фестиваля. И вот, кажется, на 19 число у нас запланирован мастер-класс по фламенко. Во сколько? Он под открытым небом тоже поднялся? Да, под открытым небом. Большая часть событий будет проходить там же на Пасхе с шести часов. То есть, каждый день шести часов какое-то еще дополнительное мероприятие. Не совсем каждый день. Лучше на наш сайт зайти и ознакомиться с программой. На сайт Молодежного творческого центра. Да, ознакомиться с программой. Кроме фламенко немножко расширили. Естественно, испанский язык распространился дальше своих оригинальных границ. Поэтому латиноамериканская вся цивилизация это вся исполноязычная практическая цивилизация. Поэтому латиноамериканские танцы тоже не отошли. Мы не обошли их стороной. Поэтому будущий мастер-класс по такому зажигательному танцу как сальса. У нас есть достаточно известный коллектив, который занимается этими видами танцами. они как раз будут одним из первых событий. Уже 13-го числа послезавтра в шести часов вечера можно прийти и тоже освоить какие-то первые па. Если понравится, присоединиться к коллективу, которые ребята этим занимаются. Ну и третий блок событий связан с испанским языком непосредственно. У нас в городе действует достаточно давно оказывается и активно клуб любителей испанского языка, которые регулярно встречаются, изучают язык, встречаются с носителями языка. Такой на любительской основе, да? Или профессионального значения? Если вы имеете в виду уровень преподавателя, то это профессионально. Да, это профессионал, это преподаватель испанского языка, постоянно имеющий практику и так далее, и так далее. Но по форме того, как проходит сам клуб, это всегда живое общение, неформальное обсуждение собственной культуры, той же еды, и так далее, и так далее. Поэтому два события они тоже проведут. Одно из них пройдет на базе библиотеки имени Герцена, в которой сейчас как раз проходит приуроченная к нашему фестивалю выставка, посвященная как раз роману Дон Кихот. Они подняли из своих фондов, в том числе редкие издания на разных языках этой книги, представили весь спектр такой пласт культуры, который образовался вокруг этого бессмертного романа. И одна из встреч клуба испанского языка пройдет там, а вторая на базе нашего нового партнера. Это музей истории шоколада Креола. Как известно, история шоколада в Европе началась с Испании, поэтому все не случайно получается. И как раз у них на этой встрече ожидается настоящий испанец, который как раз будет здесь в городе, и ожидается в том числе небольшой мастер-класс от испанского шеф-повара. Дата уже известна, когда это будет? Дата известна, время уточняется. На сайте молодежного творческого центра следите за новостями на нашем сайте, можно уточнить это все. Ну и в ВКонтакте можно тоже информацию найти. В ВКонтакте тоже есть встречи, на Фейсбуке есть встречи, я думаю, нас не так сложно найти в интернете, поэтому следите за новостями. ВОО фестиваль начинается уже завтра, и в случае плохой погоды. под плохой погодой мы имеем в виду проливной дождь именно в часы показа. То есть если мелкий такой, это еще не шоу. Если мелкая морость нас не испугает, по крайней мере нас не испугает наших зрителей, но на самом деле по опыту смотреть чуть-чуть под зонтиком тоже очень романтично. Вот. Проливной дождь именно в часы фестиваля. А часы фестиваля это с 8 часов до сети. Вот. Если такое случается, то мы переносим показ на следующий день. И два запасных дня там у нас. Да, да. Поэтому остаются два запасных дня. Давайте финансовой стороны вопроса коснемся. Мы прекрасно знаем, что вы использовали такой метод, как краунфандинг. Да? Вы, ну, попросту говоря, просили интернет-пользователей, кто сколько может. Да, у нас это было, но надо сказать, что прежде всего тем, что фестиваль состоится, мы обязаны, конечно, прежде всего это управление по делам молодежи администрации города Кирова. Та субсидия, которую мы получили в этом году и та поддержка, которую мы от них получаем уже третий год подряд, именно благодаря им фестиваль продолжает существовать. И то, что мы проводили вот эту акцию с краунфандингом, и она продолжается, кстати говоря, будет продолжаться до конца фестиваля, вот это никоим разом не влияло на то, будет фестиваль или не будет фестиваля. Это возможность для тех, кто, возможно, не может прийти, то есть у нас у самих там есть друзья, которые по разным причинам покинули город, но им нравится, им хочется поддержать, вот они получили такую возможность. Это, эти средства, они нам помогают как раз эту программу дополнительных событий сделать, какие-то дополнительные вещи, поблагодарить тех, кого мы, может быть, не могли поблагодарить из тех средств, которые получили за счет бюджета. Есть разные небольшие какие-то, скажем так, дырки в бюджете, которые мы, возможно, сможем закрыть благодаря той поддержке, которую нам оказывают непосредственно зрителей. Тем более фестиваль сам по себе свободный для посещения. И я думаю, вот такой формат, скажем так, участия для людей это вполне такая разумная, хорошая вещь. То есть пришедшие, да? Они, если хотят, тоже смогут что-то пожертвовать? Ну, я думаю, да. И мы, думаю, на самом фестивале тоже что-то такое придумаем. Вы сказали, что те люди, которые сейчас не в нашем городе, но хотели бы присоединиться, то есть это потом как-то выложить в интернет или это будет онлайн-трансляция или что? Нет, нет, нет. Это просто, знаете, как-то поучаствовать. Да, да. Как-то поддержать события в родном городе. То есть вот мы от своих друзей слышали вот такие комментарии, что ой, круто, что вы там всё это делаете. Вот так вот хочется как-то вот... Да, людям хочется почувствовать свою причастность к тому, что происходит, если они не могут физически это сделать, прийти и посмотреть. То есть такие фанаты уже фестиваля есть? Есть. Какую сумму, всё-таки, хочу спросить, удалось собрать? Ну, на данный момент там что-то около пяти тысяч. Вот. Ну, будем надеяться, что ещё не предел. Но это на какие-то мелкие расходы, да? Да, конечно. Будет тратиться. Да, да. Сувенирная продукция, да, в этом году, вы сказали, изготовлена. Вот такие замечательные магнитики. Да, сувенирная продукция. Это тоже всё у нас было в бюджете при поддержке администрации города. То есть основные расходы, без которых мы не могли бы провести, то есть благодаря именно поддержке администрации управления по делам молодёжи, у нас в этом году будет новый экран, что нас тоже очень радует, я надеюсь, порадует наших зрителей. Он не будет намного больше размером, поскольку мобильный характер мероприятия нас ограничивает в этих размерах, то есть нам каждый вечер надо будет всё это сворачивать, разворачивать, поэтому... Но он останется примерно в таких же размерах. Ну, это профессиональный экран, это специальное покрытие, которое, надеюсь, сделает картинку чуть более контрастной и выставит удовольствие нашим зрителям. Это более аккуратный вид, в конце концов. У нас новые стульчики будут. Вот сувенирная продукция, которую мы подарим в честь нашего пятилетия нашим партнёрам, нашим друзьям, тем, кто нас поддерживал все эти пять лет, кто нам помогал. А таких людей не так мало, и волонтёры, которые каждый год помогают нам как раз вот с этой вот развернуть, свернуть всё оборудование перед и после показа, выставить стульчики, убрать стульчики. То есть масса-масса вот такой деятельности, в которой мы каждый год рады принять помощь в этих вопросах, поэтому вот всё-всё-всё для них... Сколько стульев? Сколько стульев? Заготовлено? Заготовлено у нас чуть больше пятидесяти. А может быть за счёт музея шоколада будет чуть побольше. Ну, в любом случае, если ты идёшь, ну, как-то, наверное, нужно стоит побеспокоиться о том, что если хочешь посидеть, то что-нибудь с собой захватить. Ни в коем случае не возбраняется. Конечно. Когда делаем такие вот проекты, показываем, как правило, и в других регионах, рассказываем то, что у нас вот так вот. Идею подхватили где-нибудь? Вы знаете, мне кажется, что да. Во всяком случае, был опыт, когда я рассказывала своим коллегам в других регионах, всем ужасно нравилась эта идея. И я знаю, что вот в Ульяновске ребята сделали во внутреннем дворике тоже такой своеобразный кинотеатр, показывали на улице. Но я думаю, даже не знаю, насколько подхватили именно нашу идею. Идея витает в воздухе летом. Все мы хотим больше времени проводить на улице. А если в городе имеется какой-то красивый городской живописный уголок, то почему бы не сделать это там? Ну что, фестиваль у нас начинается уже завтра в 8 часов. Рядом с театром на Спасской, улица Спаская, пешеходная ее часть. Встречаемся и смотрим. А открытие какое-то будет торжественное? Ну, условно торжественное. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я думаю, в характере нашего фестиваля, то, что он достаточно домашний и неформальный, мы всегда стараемся его удержать и стараемся вот этого излишнего пафоса не допустить. Мы будем рады всех приветствовать, мы будем рады, возможно, каким-то гостям, пока точно еще не знаю. Всем гостям будете рады. Ну, это, конечно, да. Если гости захотят высказаться, вы же дадите им такую возможность, да? Или для этого как раз встречаетесь в театре на Спасской, вот эти вот беседы, может быть, там будет обсуждение. Я думаю, что да, там будет это сделать удобнее. Завтра в 8, да, уже? Завтра в 8. В 8. Первый показ начинается. В целом с 12 по 21 августа. Совершенно верно. Каждый вечер. Каждый вечер. Фестиваль кино под открытым небом 10 вечеров в Мадриде. У нас опрос на сайте www.hackerova.ru показ кино под открытым небом. Ответ первый. Мне интересен. По-прежнему лидирует и уже так значительно большее количество людей проголосовало именно за него. Больше 70%. На странице ВКонтакте 85% почти формат показа. Кино под открытым небом мне интересен. Хотел, ходил бы или ходила бы на эти сеансы. Ну, такая возможность есть у вас с завтрашнего дня. Фестиваль под открытым небом. Фестиваль кино 10 вечеров в Мадриде. Спасибо большое. Дарья Ткачева, руководитель проектов Молодежного творческого центра, организатор фестиваля, старший научный сотрудник Волговятского филиала Государственного центра современного искусства. Спасибо, удачи. Спасибо. Да, у нас сейчас реклама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Керве. Владимир Сметанин и Светлана Удельна. Сейчас мы говорили о том, что завтра стартует фестиваль кино «Десять вечеров в Мадриде», театр на Спасской, рядом улица Спасской, пешеходная ее часть. И сейчас Дарья Ткачева уходила от нас и сказала, что три картины им пришлось переводить собственными силами. Так что вот, ну, очень старались они, чтобы все получилось хорошо, большой труд. Большая работа, конечно, проделана. Да. Ну и наша новая тема, у нас не так много времени остается. Кировчанам предлагают поучаствовать в благотворительном проекте под названием «Нам года, не беда». Организатор этого проекта Кировская региональная культурно-оздоровительная общественная организация «Союз лидеров». И вот член этой организации Наталья Ашихмина у нас в студии. Добрый день. Наталья, добрый день. Добрый день. Первый вопрос я хочу задать. Что касается как раз этой организации, «Союз лидеров», что это за организация? Расскажите, пожалуйста. Данная организация, «Союз лидеров», организована на базе тренинговой компании «Флагман». И сама организация существует около трех лет, но благотворительными проектами ребята занимаются более десяти лет. И за все эти годы сделано проектов более чем на 10 миллионов рублей. То есть каждый раз это какой-то новый проект? Новые люди. Совершенно верно. И, соответственно, задаются задания. Расскажите вот этот процесс. Как это происходит? Существует такая базовая лидерская программа, которая длится три месяца. И за это время ребята делают благотворительный проект, который выбирают сами. Это могут быть детские дома, это могут быть учреждения здравоохранения и могут быть дома престарелых. До этого какие уже были проекты? До этого последние годы были проекты у нас на базе больницы имени Бехтерева. Было три проекта осуществлено. Была сделана сенсорная комната для психологической разгрузки. Отремонтирован физиокабинет, сделана игровая комната и сделана детская площадка. Также вот в этом году была сделана библиотека в Нововятске в доме-интернате отремонтирована. И детский дом в Талице там тоже был сделан физиокабинет. Вот это одни из последних. То есть вы не все время в этой организации? То есть вы как раз в данном проекте сейчас? Да, вот на эти три месяца? В данном проекте я по мере сил участвую во всех последних проектах, потому что мне это интересно. Ну, трогает за душу. И вот новый проект под названием «Нам года не беда». Выбирали. Были разные у вас идеи? Остановились все-таки вот на этой? Может быть, на этом проекте мы остановились в связи с тем, что этот год, это год 70-летия Победы Великой Отечественной войны. Праздники все отгремели и про ветеранов начали потихоньку забывать. В данном доме престарелых в поселке Левинце, это геронтологическое отделение, проживает 32 постояльца в возрасте от 55 до 98 лет. Оричевский район уточнил? Это Оричевский район, да. Из них 6 ветеранов Великой Отечественной войны и 12 ветеранов труда. И к тому же, когда этот проект заканчивается, он заканчивается у нас 1 октября, у нас праздник День пожилых людей, и в связи вот со всем этим мы решили взять именно это направление. Что заложено? Какая идея основная заложена в этом проекте? Мы ездили туда уже несколько раз в данный дом престарелых, и для них сейчас в основном требуется очень хорошее благоустройство территории, ремонт веранды, посадка клумб, покраска здания. В самом здании мы решили заменить мебель и большое окно на лестничном марше и сделать косметический ремонт, покрасить. Также там требуются специализированные средства по уходу за лежачими больными. Можно еще вопрос? Мне интересно, что касается организации, то есть люди приходят и в рамках данного проекта вот эти вот несколько месяцев пытаются сделать что-то. Людям что это дает и кто эти люди, которые приходят? Ну, это простые ребята в возрасте от 25 до 40 лет. они учатся жить, вот мое мнение, это в реалиях нашего времени, учатся вовлекать людей в себя, в свой бизнес, учиться договариваться с людьми, общаться там с высокопоставленным каким-то руководством. Это самая базовая жизненная навыка, я считаю. Как вы ходили на руководство этого заведения вообще? Дружелюбно они к вам отнеслись? Действительно? Мы смотрели детские дома в черте города Кирова, в ближайших районах и получилось таким образом, что одна из девушек, которая сейчас проходит эту лидерскую программу, она как раз из поселка Левинцы. Она нам рассказала про этот дом престарелых, мы туда съездили, посмотрели и все ребята сразу загорелись сделать именно этот проект, всех тронули там, проживающие там люди. Ну, доброжелательно к вам руководители отнеслись? Также у нас этот проект согласован, мы общаемся непосредственно с заместителем министра социального развития Кировской области Шансен Ириной Владимировной, нашли с ней общий язык и по мере возможности информационно, советами, какими-то она нам помогает. Вот всегда для меня стоял вопрос взаимоотношений между волонтерами, благотворителями и официальными структурами, которые должны этим заниматься. Светлана, ты ведь наверняка тоже знаешь, как это все происходит и происходит достаточно это все непросто. По-разному происходит зачастую. Проблемы бывают. И была затронута такая тема, что во многих и в этом доме престарелых и в других сейчас дефицит общения. Просто чтобы приехать, показать этим постояльцам какой-то концерт, просто прийти погулять, там не хватает рабочих рук, не санитарок, не обслуживающий персонал и просто вот общение обычно. Также стоит проблема с попечительскими советами, в которые должны входить но именно люди, болеющие душой за это дело, руководители предприятий различных, потому что работа всегда найдется для таких людей. Сейчас в последнее время мы достаточно часто в эфире говорим про подобные благотворительные проекты. Я так наблюдаю, что с каждым днем мы становимся все больше и больше наконец-то обратили внимание в том числе и на интернаты, где находятся люди пожилого возраста. Чем с вашей точки зрения обусловлено это? Старики это наше прошлое, будущее, а дети наши настоящие всегда... Ну это очевидно. И вчера и позавчера мы с вами об этом знали, но почему-то благотворительных проектов все больше и больше. что никто не застрахован от подобной ситуации оказаться в одиночестве. И волей-неволей есть вот там такие постояльцы, которые не по собственному желанию, а просто вот стали сильно болеть. Все, и им предложили переехать в этот дом-интернат. Согласитесь, никто от этого не застрахован. Это точно. И мы, конечно, не упускаем момент возможности в эфире вам сказать о том, что вы можете помочь. Слушатели в данном случае как могут помочь и что они могут сделать? В рамках данного проекта требуется собрать более 150 тысяч рублей. Также могут помочь материалами. Это лакокрасочные материалы для покраски, замена окон, сбор специализированных средств по уходу за лежачими и больными. Ну и различные подарки, я считаю, так как это будет день пожилых людей заканчиваться. Постояльцы, бабушки, дедушки будут рады. Если нет возможности помочь как-то материально, прийти своими силами, пообщаться с этими стариками. Пообщаться раз. И во-вторых, это вы говорите про благоустройство территории, то есть силой своей. Да, рабочая сила. Где можно найти какие-то исходные данные, координаты, куда можно конкретно помощь вложить? Ну, самый простой способ это можно положить деньги на мобильный телефон. Можно. Можно озвучить, конечно. 8-961-747-33-44. Также у нас можно найти в группе союз лидеров в интернете расчетный счет и все банковские реквизиты для перечисления через банк Хлынов. Уже что-то удалось собрать? У нас начали поступать деньги на мобильный телефон. Уже некоторая сумма поступила. Ну и сборная личных средств происходит. Возможно, сейчас кто-то на слух не уловил все эти номера, не запомнил, где это в интернете или где можно посмотреть еще раз, где у вас все это прописано. У нас данные размещены на бизнес, на портале Свой Киров и на портале Навигатор и в интернете группа ВКонтакте Союз Лидеров. Именно там можно зайти посмотреть. Да, там все банковские реквизиты указаны. Давайте еще раз номер телефона озвучу. 8-961-747-33-44. Просто-напросто любую сумму на счет этого мобильного телефона любая сумма будет важна. Можно направиться. Ну и вот я вижу в вашем официальном заявлении, вы готовы за каждую копейку отчитаться. Совершенно верно. Где будете отчитываться? Если организации и физические лица будут перечислять деньги на расчетный счет, мы именно за эти суммы и за другие предоставим отчеты, банковские чеки, счета фактуры и все предоставим. Проект рассчитан на какой-то срок? До какого момента? До 1 октября. В дальнейшем? Вот сейчас уже мониторили, смотрели, какая проблема острее, что сейчас первоочередно сделать? В дальнейшем что еще планируете? В дальнейшем, когда мы разговаривали с Шансен Ириной Владимировной, договорились, что будем по мере необходимости, когда начинается следующий проект, будем выходить к ней навстречу и делать вот именно те проекты, стараться, которые жизненно важны. Завершается наш первый час, первый час дневного разворота. Мы поговорили о проекте «Нам года не беда» в помощь постояльцам этого дома в Левенцах Хорического района. Озвучили наши координаты. Еще раз напомню, что в частности в группе ВКонтакте, в группе «Союз лидеров» можно найти исходные данные и каким-то образом оказать финансовую помощь. Спасибо. Наталья Шихмина, член Кировского, региональной Кировской культурно-оздоровительной общественной организации «Союз лидеров». Мы сейчас прервемся, вернемся с Владимировым в начале следующего часа. Сейчас будут новости и тематические программы.